Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книг Деяния Апостолов, перевод Международного библейского общества, читаю для библейского портала экзегет. Павел отправляется в Иерусалим для того, чтобы потом побывать и в Риме, так он запланировал, но это не просто тогда было, сел на самолет, полетел, как сегодня, надо было через разные города проходить по дороге. И Павел использует этот шанс для того, чтобы посетить разные города, где он бывал, где он основывал церкви, новые города, где он еще не был. Вот здесь у нас в Эфесе, в крупном городе на западе нынешней Турции. И там, соответственно, народные беспорядки, потому что в Эфесе храм богини Артемида, связанный с этим храмом культ, паломники, сувениры изготавливают. Там паломникам предоставляют жилье, питание, значит, это все деньги, деньги, деньги. Но Эфесе не боятся, что проповедь Павла, она лишит их дохода, поэтому устраивают некие волнения. Но городские власти очень быстро эти волнения сворачивают, говоря, если у вас есть жалобы, подавайте в суд. Если есть предложения, выносите их на народное собрание. А если у вас непонятные какие-то кричалки, то нас просто обвинят в мятеже, и римские войска придут сюда и все сравняют здесь. С землей, нам это надо, и народ действительно расходится. Когда беспорядки утихли, Павел созвал учеников, ободрил их, попрощался и отправился в Македонию. Вот вообще-то он не совсем в Иерусалим, да, вот таким кружным путем. Проходя через разные области, Павел многими словами ободрял верующих. Придя в Грецию, он провел там три месяца. Македония, Греция, это, в общем-то, одно и то же в данном случае. Это не та Македония, которая сегодня, а Северная Греция плюс и та, которая сегодня, и некоторые другие области. А когда он собирался отплыть в Сирию, ну, то есть в Антиохию, оттуда в Иерусалим, иудеи подготовили покушение на него, и он, узнав это, решил возвращаться через Македонию. То есть, видимо, более безопасный путь выбрал, избежать той ловушки, которую ему подстраивали. А иудеи, которые в данном случае такие же точно, как и язычники, поклонники Артемида, хотят от него избавиться, потому что видят в нем конкуренцию, видят в нем опасность для собственной проповеди. Его сопровождали Верит, Сапатра, Сен-Пирра, Аристарх из Секунта из Фессалони, Гай из Дервии и Тимофея, а также Тихик и Трофим из провинции Азии. Люди из разных мест, в основном из тех, где Павел побывал, основал церкви, он берет собой представителей этих местных церквей, потом они вернутся, расскажут про эти путешествия. То есть, вот очень важно, чтобы все не варили в своем котле. Вот здесь там Дервия какая-то маленькая, городок, и там есть свои христиане, а вот в Эфесе совершенно другие христиане, и у них там очень скоро все разное. Нет, надо, чтобы они ощущали свою причастность вот к единой мировой вселенской церкви. А это в данном случае осуществляется просто через личные контакты. Они пошли вперед, ожидали нас в Троаде, Лука, спутник Павла уже некоторое время. Мы же после праздника пресных хлебов, то есть пасхальной недели, они отмечают иудейские праздники вполне. Отплыли из Филипп, Филипп это город, где впервые причали Павла, это крупная колония римская в Северной Македонии, и через пять дней присоединились к ним в Троаде. Там мы пробыли семь дней. Вот обратно тем же путем. Дальше маленький эпизод. В первый день недели, это воскресенье, потому что оно начинается с субботы отсчет, в первый день недели мы собрались вместе для преломления хлеба. Вот очень краткое упоминание воскресного богослужения. Это, конечно, то, что мы сегодня называем Евхаристией, преломления хлеба. Причем, скорее всего, вечером это было, сейчас увидим почему. Павел беседовал с ними, и так как он намеревался остаться на следующий день, отправиться в путь, его речь затянулась до полуночи. Ну, не с утра же он это. То есть, смотрите, Евхаристия еще не отделена от проповеди, не отделена от обычного ужина. Вот люди собрались на ужин, заодно это Евхаристия, заодно это молитва, заодно это проповедь. В верхней комнате, где мы собрались, горело много ламп. На окне сидел молодой человек по имени Евтих. Поскольку Павел долго говорил, Евтих погрузился в глубокий сон, ну, работал, наверное, человек весь день, и упал на землю с третьего этажа, наружу вывалился. Когда его подняли, он был мертв. Павел спустился, лег сверху на молодого человека и обнял его. Не беспокойтесь, сказал он, он жив. Павел поднялся наверх, изломил хлеб и стал есть. Преломил хлеб, то есть, вот, собственно, евхаристическое действие. На рассвете, закончив говорить, Павел отправился в путь, а молодого человека отвели домой живым, и всех это очень обрадовало. Вот тоже такая маленькая деталь, по сути дела, единственная в книге деяния описание богослужения. Как нам хотелось бы подробнее. Но, вот, очевидно, что тогда богослужение не было чем-то центральным, главным. Главное в этой книге проповедь, как ни странно, да? Но она без богослужения тоже невозможна, да? Молитва постоянно здесь упоминается, но описывается подробно, пожалуй, только здесь. И описывается, что вот даже Лука не говорит воскрешение этого юноши, или просто он не настолько пострадал, да? В любом случае, это некоторое чудо, и все за него благодарно радуются. Мы сели на корабль и отправились в Асф, намереваясь забрать там Павла. Ну, то есть он со спутниками иногда разделяется. Он сам так распорядился, потому что хотел отправиться по суше. В Асфе, небольшой портовый город, он встретил нас, и мы, взяв его на корабль, отправились в Метеллину. Ну, я без карты, в общем, на пальцах не буду объяснять, где и что, неважно. Он медленно движется к Иерусалиму, посещая разные города и христианские общины по дороге. Отплыв оттуда, мы на следующий день прибыли к Хиусу, остров. Спустя еще день мы пристали в Самосе, еще через день в Милете. Все острова, а Милет — город на побережье. Павел решил миновать Эфес, чтобы не задерживаться в провинции Азии, так как он спешил, желая спеть в Иерусалим, ко дню Пятидесятницы. Вот между Днем Опресноков и Пятидесятницей, 50 дней — это, соответственно, период, который сегодня мы называем пасхальным в нашем календаре. А в Эфесе он понимает, что застрянет надолго, поэтому туда не заглядывает. Но это не значит, что он не хочет с ними общаться. Из Милета Павел послал в Эфес, прося старейшин церкви прийти к нему. То есть, давайте лучше вы ко мне, я тороплюсь к вам, я не буду заезжать, но встретиться хочу. Вот ответственность Павла. Он не просто миссионерствует, эти общины создавая, он заботится об их жизни дальше. Когда те пришли, он сказал им, «Вы знаете, как я жил здесь у вас все время с первого дня, когда я пришел в провинцию Азии. Я со смирением и слезами служил Господу, несмотря на все испытания, через которые мне пришлось пройти из-за заговоров иудеев. Я не упускал ничего из того, о чем полезно было бы вам сказать, уча вас всенародно и по домам. Я говорил и иудеям, и грекам, что они должны в раскаянии обратиться к Богу и верить в нашего Господа Иисуса. Сейчас же я, понуждаемый духом, иду в Иерусалим, не зная, что там со мной будет. Я знаю лишь, что в каждом городе Святой Дух свидетельствует мне о том, что меня ждут темница и страдания. Он идет и догадывается, что ничего хорошего. Но я не дрожу своей жизнью. Только бы мне пройти мой путь и завершить порученное мне Господом Иисусом служение, свидетельствует разную весть о благодати Божьей. И сейчас я знаю, что все, вы, с кем я общался и кому возвещал о царстве, никогда меня больше не увидите. Вот, да, такое удивительное прощание. Он не говорит, я скоро умру, но... Все, этот этап закончен. Дальше сами. Поэтому я заявляю сегодня, я не повинен ни в чьей погибели, потому что я без утайки возвещал вам весь Божий план. Замысел спасения, да, привычнее так мы говорим. Смотрите, поверит человек, не поверит. Поверив, как он себя поведет, это ответственность человека. Ответственность Павла и вообще миссионера в том, чтобы дать ему эту весть. Смотрите за собой, за всем стадом, в котором этот церковь, в котором Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли церковь Божью, которую он приобрел себе ценой своей собственной крови. Вот ответственность руководителей, да, пасти. Я знаю, что когда я уйду, к вам придут лютые волки, они стадо не пощадят. Даже среди вас самих появятся люди, которые станут... И скажите истину, чтобы увести учеников за собой, поэтому будьте бдительны. Помните, что я целых три года предупреждал со слезами день и ночь каждого из вас. Сейчас я уверяю вас Богу и Слову Его благодати, которая может назидать вас и дать вам наследие среди Его святого народа. Что служит опорой для этих руководителей общины, совсем еще неопытных? Бог, который действует в их жизни, и Слову Его благодати, то есть, собственно, Священное Писание. Я ни от кого не хотел брать ни серебра, ни золота, ни одежды. Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. То есть, это для него не профессия, он зарабатывает другим. Это для него призвание. Редко так удается, но это высшая форма. Вы сами знаете, что я своими руками зарабатывал на свои нужды и на нужды моих спутников. Во всем, что бы я ни делал, я показывал вам пример того, что так трудясь мы должны помогать слабым. Помню слова Господа Иисуса, блажение давать, чем принимать. Вот даже мы не находим нигде в Писании этой цитаты, кроме этого места. «Сказав это, Павел преклонил вместе со всеми коленей и помолился. Все плакали, и, обнимая Павла, целовали его. Их особенно опечали его слова о том, что они никогда больше его не увидят. Потом они проводили Павла до корабля». Путешествие продолжается в 21 главе. Путешествие продолжается в 21 главе.